В сегодняшнем своем видео я собираюсь произвести обзор биотехнологического препарата для растений под названием Живо-М-Синтез Концентрат, который позиционируется как антистрессант стимулирующего действия для зерновых и зернобобовых культур Производит данный продукт биотехнологическая компания Organic Synthes Адрес производственных мощностей Херсонская область, город Новая Кахолка, улица Фабричная 1 То есть производится данный препарат в городе Новая Кахолка Соответственно есть номер телефона и адрес электронной почты Препарат сертифицирован компанией Organic Standard Что говорит о том, что данный препарат может использоваться в органическом земледелии По заявленным на этикетке данным в состав препарата входит азот, фосфор, калий, сера, магний, бор, молебден, цинк, железо и медь Никаких процентных соотношений не указано Это минус, так как по правилам должно быть расписано процентное соотношение всех элементов Хотя из моего личного опыта ни один производитель украинских биопрепаратов и просто химических препаратов для растений эти правила не соблюдают Полного своего состава деталей никогда не раскрывают Помимо этого тут написано, что в препарате содержатся живые микроорганизмы, аминокислоты, фульвокислоты и гуминовые кислоты А также сахара и полисахариды На этикетке в свойствах препарата указывается, что данный препарат повышает энергию схожести прорастания растений Увеличивает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям Стимулирует развитие мощной корневой системы Уменьшает стрессовое влияние Увеличивает урожайность от 10 до 45% Что касается норм использования данного препарата Из информации на этикетке Обработка семян 1 литр на тонну Опрыскивание на стадии выхода в трубку от 2 до 10 литров на гектар Калашение, формирование бобов от 2 до 10 литров на гектар Расход рабочего раствора от 100 до 200 литров на гектар В данном случае для обработки семян требуется 1 литр на тонну На какой объем воды растворять данный препарат, понять трудно То ли это 1 литр на тонну зерна, либо же надо приготовить какой-то рабочий раствор Но исходя из моего предыдущего опыта в работе в биотехнологической компании И опыта работы с аналогичными препаратами Я знаю, что пропорция разведения данного препарата это 10 к 1000 То есть мне не нужно больших объемов Я буду проводить тестирование биологической активности данного препарата на зерне пшеницы Так как этот препарат позиционируется именно как препарат для зерновых культур Сейчас я готовлю так званный голый 0,5% микробиологический агар-агар Гель, на котором я буду проращивать необработанные и обработанные зерна пшеницы Для этого я делаю навески по 1 грамму Каждый из химических стаканов И заливаю 200 мл водопроводной воды Через отправлен해야 найти одно опыта в скроме То есть лазерная плама Вот это навески отозьбы Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok После чего я помещаю стаканчики в автоклав Для того чтобы приготовить рабочий раствор для обработки семян препаратов Живо М синтез антистрессант Я буду использовать обычную питьевую воду из-под крана Я уже позначил две пробирки в которых буду замачивать семена как контроль Это будет группа в которой кроме воды семена ничем не будут обрабатываться И две пробирки помеченные как Живо М антистрессант Итак я открываю пробирку и в каждую из них буду вносить по одному миллилитру водопроводной воды Тут есть специальная шкала Я воспользуюсь ею Добавил субтитры DimaTorzok Вот я отобрал одинаковое количество воды в эти четыре пробирки Теперь в эти две пробирки помеченные как GMA Я собираюсь добавлять препарат Живо М синтез антистрессант Перед использованием взболтать Потому я тщательно взболтываю данный препарат Срываю крышку вместе с защитным вот этим вот устройством Препарат получается такого светло-коричневого оттенка Запах довольно приятный Нету каких-то там отталкивающих, зловонных, резких запахов Препарат я взболтал, как уже я говорил 10 миллилитров данного раствора на литр воды Но поскольку в литре воды 1000 миллилитров Я буду использовать аналогичную пропорцию для миллилитра жидкости В миллилитре 1000 микролитров Соответственно, благодаря механической пипетке-микродозатору Я собираюсь отобрать 10 микролитров данного препарата в каждую из пробирок И во вторую аналогично Раствор сразу помутнел По сравнению с контролем Такого светло-коричневого оттенка Сразу стали эти две пробирочки Затем в каждую из пробирок я добавляю по 20 зерен пшеницы 20 штук в первую Вот в первой контрольной группе 20 штук Я вношу 20 и в следующие пробирки И теперь аналогично в препараты с Живо-М антистрессант Я внес в каждую из пробирок по 20 зерен пшеницы Теперь я выдержу данные семена в течение 5 минут в данных растворах Дополнительно я собираюсь посмотреть Как выглядит препарат Живо-М синтез Концентрат антистрессант под микроскопом Для этого я снова тщательно взбалтываю бутылочку Откручиваю крышечку И механической пипеткой отбираю 35 микролитров раствора И получившуюся каплю помещаю на предметное стекло для микроскопии Для начала наблюдаю препарат Живо-М синтез В 100-кратном увеличении моего биологического микроскопа В поле зрения объектива наблюдаю скопление множества каких-то частиц Возможно какая-то органоминеральная смесь Перевожу микроскоп на 400-кратное увеличение При 400-кратном увеличении в поле зрения объектива Наблюдается множество палочкообразных бактерий Насколько мне известна история производства подобных препаратов Скорее всего данные бактерии являются лактобацилами Возможно среди них есть и бактерии-азотфиксаторы Теперь я наношу на поверхность стекла иммерсионное масло И перевожу увеличение на 1000 крат при помощи иммерсионного объектива При 1000-кратном увеличении Палочковидные бактерии можно различить более отчетливо Как можно наблюдать данные бактерии способны к своеобразному колебательному движению То есть это действительно живые микроорганизмы Теперь после того как семена постояли в растворах в течение 5 минут Я переношу семена на поверхность заранее приготовленных мною гелей Равномерно распределяю зерна по поверхности геля Одна контрольная группа, вторая контрольная группа аналогично И соответственно две экспериментальные группы Препарата Живо М-синтез антистресс Теперь я прикрываю стаканчиками Пищевой пленкой В избежание испарения Влаги с поверхности геля Пересыхание зерна Для того чтобы оно не погибло В процессе прорастания То есть до момента прорастания Я буду держать эту пленочку Как только они начнут проклевываться Я сразу же ее уберу Таким образом у меня получилось Две контрольные группы пшеницы Ничем не обработанные И две группы по 20 семян пшеницы Обработанной препаратом Живо М-синтез антистресс Теперь я разместил мои стаканчики С контрольной и экспериментальной группой пшеницы Обработанной препаратом Живо М-синтез антистресс Под искусственное освещение Под видеокамеру для фото-видео фиксации В режиме таймлапс Это видео должно очень четко показать Энергию прорастания И динамику роста данных растений А соответственно и эффективность данного препарата Поскольку пшеница очень быстро абсорбирует влагу И у нее очень быстрая динамика всхожести и прорастания Результаты будут видны уже по истечении 5 дней От начала эксперимента Я напомню, что сегодня 5.04.2001 года Благодаря ускоренной видеосъемке в режиме таймлапс Можно наблюдать, что препарат Живо М-синтез антистрессан Обгоняет по динамике роста контрольную группу пшеницы Не обработанной ничем кроме водопроводной питьевой воды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 18.04.2021 года Прошло 2 недели с того момента, как я начал эксперимент с обработкой зерна пшеницы Препаратов Живо М-синтез антистрессант стимулирующего действия Итак, пришло время подвести итоги моего эксперимента Это два контрольных стаканчика Это пшеница, которая была обработана препаратом Живо М-синтез антистрессант Можно наблюдать, что пшеница в этих двух стаканчиках поросла более гуще Мы проверим сейчас, сколько проросших и не проросших зерен Я напоминаю, что в каждый стакан я положил по 20 зерен пшеницы Первый стаканчик контрольный Наблюдается также зарастание плесенью В случае контроля Оно значительно меньше Там, где пшеница была обработана препаратом, зарастание гораздо больше Но, несмотря на зарастание плесенью Пшеница в двух стаканчиках с препаратами более хорошо развита Итого, из первого стаканчика 13 непроросших зерен Второй стаканчик Проверяем Раз, два, три, четыре, пять, шесть Теперь считаем непроросшие зерна в стаканчиках с препаратом Получается, что из первого стаканчика экспериментальной группы Не проросло всего три зерна пшеницы Приступим к второму стаканчику В случае контрольной группы Количество непроросших зерен составило 19 из 40 В случае же препарата Живо М-синтез не проросло всего 13 зерен Теперь я попытаюсь извлечь контрольные растения из геля Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Из этого стаканчика В контрольной группе получилось 21 растение В экспериментальной же группе всего получилось 27 растений Если сравнивать по корневой системе Она приблизительно одинакова В контрольной группе из 40 зерен пшеницы не проросло 19 Прорастаемость составила 47,5% В случае с обработкой зерен препаратов Живо М-синтез Антистрессант не проросло всего 13 зерен из 40 Прорастаемость 67,5% Исходя из этих данных Эффективность данного препарата составила 20% По сравнению с контрольной группой Что соответствует данным Заявленным на этикетке данного препарата Педвышуя урожайность от 10 до 45% То есть повышает урожайность от 10 до 45% Исходя из полученных данных В данном эксперименте Можно с уверенностью утверждать Что препарат Живо М-синтез Концентрат антистрессант стимулирующего действия Для зерновых и зернобобовых культур Хорошо проявил себя в качестве протравителя Биостимулятора для зерен пшеницы Биостимулятора для зерновых и зерновых и зерновых и зерновых Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!